Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. 27 марта 2023 года на верхнем кошельке видим баланс на этом кошельке 107 224 монеты. Структурный баланс под этим кошельком более 20 миллионов. Кошелек стоит в холде 441 день. За это время напаромайнилось 92 100 монет призм. Конец зеленой зоны 29 марта 2023 года. За 27 марта кошелек добыл за сутки 884,4 монеты призм. А за сутки вся ферма добыла 8697 монет ПЗМ. 28 марта. Верхний кошелек в холде уже 442 дня. До конца зеленой зоны остался один день. За эти сутки кошельком добыто 893,11 монет. Почти на 10 монет больше, чем вчера. А за весь период уже сгенерировано 93 015 монет ПЗМ. И за сутки всеми кошельками сгенерировалось 8782 монеты. 29 марта. Первый мой кошелек вошел в красную зону. И его максимальная добыча стала всего 212 монет в сутки. Поэтому он переместился в списке по убыванию парамайнинга в сутки на 10 место. Вот на этом графике мы видим, что с первого дня и до конца года кошельки в холд периоде добывают монеты по незначительной нарастающей. На этом графике мы же видим скачки. Первый скачок в моем случае это с 893 монеты в сутки до 212 монет в сутки. На 443 дне холда. Далее будет опять рост и следующий скачок. Это же мы наблюдаем и в калькуляторе. При балансе 107224 монеты ПЗМ, при 20-миллионном структурном балансе, этот кошелек за первые сутки добыл всего 13 монет 79 сатоши. За 15-й день он добудет 221 монету ПЗМ, а на 365-й день 43 782 монеты ПЗМ. А вот после года до красной зоны парамайнинг разгоняется почти до 18% в сутки. И с моим балансом, при таком структурном балансе, до 893 монет в сутки. Это самый выгодный период в холде для парамайнинга. Есть три решения, что делать после того, как кошелек войдет в красную зону. Первый вариант. Не делить кошелек и продолжать дальше парамайнить, так как добыча с 212 монет ПЗМ однозначно опять начнет расти с каждым днем до следующего скачка. Это я проэкспериментирую вот на этом кошельке. Сейчас он в списке стоит первым. На балансе 109076 монет ПЗМ. Структурный баланс под ним 12,5 миллионов монет. Добыча в сутки 29 марта 858 монет. Переход в красную зону будет 6 апреля. И конечно же я запишу ролик с результатами. Второй вариант. Разделить монеты на 2 кошелька. Оставить на балансе до 109999 монет ПЗМ в холде еще раз. Остальные монеты обменять на фиат. Обменять можно на любой из этих бирж на CoinMarketCap или через P2P своим знакомым. В ближайшее время я покажу как это сделать. Но выгоднее всего использовать монеты призм как обеспечение для балловой системы лояльности ПЗМ в своем бизнесе. То есть делать скидки на свой товар или услугу, используя монеты призм. Они пустые, ничем не обеспеченные баллы. Третий вариант. Разделить монеты на 2 кошелька. И оба кошелька поставить в холд еще на один круг. Для этого заходим в ноде в кошелек и видим 107224 монеты, которые участвовали в начислении парамайнинга, плюс 176 монет, которые напарамайнились до пойманного первого блока. Поэтому в кошельке показывает на балансе 107400 монет. В холде кошелек 443 дня, структурный баланс 20 миллионов и на парамайнинге 93509 монет. Нажимаю в ноде «Отправить призм». Вожу сюда адрес кошелька, на который буду переводить. Сюда вставляю «Перевести только одну монету». Сюда вставляю парольную фразу от кошелька, с которого отправляю монеты. Теперь нажимаю «Отправить призм». Одна монета отправилась, а сгенерированные монеты с парамайнинга перевелись на общий баланс, на котором стало 200910 монет. Количество дней в холде равно 0. Но кошелек продолжает форжить и генерировать блоки. Теперь, чтобы на кошельке осталось 109999 монет, нужно оставить на нем 110009 монет, так как спишется комиссия за перевод 10 ПЗМ. Нажимаем на этом кошельке «Моя бухгалтерия». Тут полный отчет по моим транзакциям в этом кошельке. 29 марта. Вывод. Одна монета ПЗМ. Комиссия 0,5% равно 0,05 ПЗМ. Перевод с парамайнинга на баланс – 93 510 монет. Вывод. 90 901 монета ПЗМ на новый мой кошелек. Комиссия за вывод – 10 монет ПЗМ. 27 марта был сгенерирован блок, поэтому после деления кошелька 29 марта этот кошелек получил уже 30 марта статус в холд-периоде 0,68 дня и занял в моей ферме 26-ю позицию по максимальной добыче монет в сутки. Обратите внимание на кошелек ниже. На его балансе тоже 109 999 монет. Но структурный баланс под ним чуть больше 109 000 монет. И суточный парамайнинг – 14 монет в сутки у него стал только на 23 день холда. А ниже под ним стоит кошелек, на который я перевела 90 901 монету. Этот кошелек не поймал еще ни одного блока, поэтому он еще не в холде. Теперь зайдем на CoinMarketCap. 29 марта. Курс на 0,002765. Вот мы видим график. 0,002765. Умножаем на 90 900 монет. Равно. Если бы я сегодня вывела на биржу монеты и продала их, то заработала бы 251 доллар 34 цента. Но я решила не продавать монеты, а разделить их на 2 кошелька и оба их поставить в холд период на следующий круг. Еще раз на 450 дней. Моя цель – увеличить мощности своей фермы для майнинга за счет парамайнинга. Через 15 дней оба эти кошелька будут уже добывать по 221 монете в сутки. Можно было бы подождать еще пару недель, дождаться, когда на парамайнинге будет добыто не 90 000 монет, а 110 000. И только после этого разделить на 2 кошелька, чтобы поставить в холд на второй круг. Но я решила не увеличивать второй круг на этот срок. Поэтому добавлю на этот кошелек еще монет до 109 999 монет. Какой вариант выберете вы, это будет зависеть от ваших целей и ваших решений. Всем удачи! Изучайте технологию блокчейна призм и его преимущества перед другими криптовалютами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Валентина Синема 2.